Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. Доброго времени суток, мои маленькие любители, вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. А за то, что я это сказал, с вас лайк и подписка. Быстро вы! О чем же сегодня будет видео? А видео сегодня будет исторически познавательное. Мы с вами копнем самое не хочу, чтобы аки-археологи посмотреть, как развивалось обучение экстремальному вокалу в России. Ну, именно вопрос популяризации. Но прежде чем мы начнем, дабы не отвлекать вас от просмотра, мы также хотим вам напомнить про наш Donation Alert. И про то, что до сих пор у меня нет Роллтона. Как вы видите, я даже, наверное, немного похудел. Но также не забываем ставить лайк этому видео, делиться им с друзьями. И особенно переходить на YouTube, чтобы мы набирали просмотры. Потому что каким-то образом через контакты эти просмотры не идут. Ну, да ладно. Ну, да похер. Ну, да поехали. С чего же все началось? Давайте с вами посмотрим. В далеких 80-х, начале 90-х тяжелое музло было у делом избранных. Поскольку тяжеловато было, знаете ли, найти нужную кассету. Поэтому все 20 тысяч раз перезаписывалось и пиратилось у нас же. И раздавалось. Таким образом, люди и узнали про таких монстров, как Сепультура, Death, Cannibal Corpse и многих других, юзающих экстремальный вокс направо и налево. Как и стоило ожидать, фэны пытались имитировать манеру исполнения своих новых идолов. И у кого-то выходило, а у кого-то не очень. А на вопрос любому преподу по вокалу, как вот сделать сатанячие такие звуки, можно было получить в ответ лишь укоризненный взгляд и что-то в духе. Да это же не пение, это тупо рев. Иди учи Чайковского на треукольнике, паскуда тварь, и не суйся со своим металлом сюда. Жестоко, ребята, жестоко. Таким образом, казалось, что мечта некоторых овладеть скримом и гроулом так и останется в небытии. Люди, конечно же, воспринимали все на слух и пытались изобразить как раз-таки эти гроулинги, как раз эти скримы. Ну, чаще всего это было либо горловое, либо какое-то просто визг, либо еще что-то. Но потом в наш телевизор ворвался A1. Канал A1 увидел свет 1 августа 2005 года. Появился он в ротации дорогостоящих на тот момент телевизионных подключений и изначально назывался Alternative One. Такое счастье привалило молодым нефорам, и иногда бывало такое, что оки-чудо этот канал периодически появлялся у владельцев обычного кабельного. Это был праздник. В эпоху гламуризации и о хип-хопе-вении музыкального мира A1 как свежий воздух врывался в наши дома с клипами Лимбиски, Диму Боргер, Корн, Слепнот и тут же приносил счастье в дом. Но не этим одним канал запомнился. До этого, когда мы смотрели на группы из-за океании, из-за границы, мы не представляли себе, а как каждый из нас может добиться вот такого же звука вокального. Но благодаря каналу A1, который пиарил молодые группы, складывалось иное впечатление на вопрос. Мы видели таких же простых парней, как и мы, смотрели на них и понимали, что это те же воськи со двора, и о чем мы-то хуже. А материи, психеи, дженер, стигматы и многие другие названия навсегда влезли в наши головы, доказывая, что в России люди тоже могут и умеют. У этих групп, по-моему, по праву статус культовых, потому что они тогда вдохновляли наше поколение нефоров развиваться, доказывая, что нет ничего невозможного в нашем мире. И вот, собственно, первый тутор по экстремальному вокалу, который это все дело популяризировал. Такие приемы, как вот граулинг, например, называется прием, это произошло от английского глагола to growl, рычать. Это когда поется вот так. По широтим мостам. Также есть скриминг, это от английского глагола to scream, это когда вы просто визжите. Ха, наебал, на самом деле вот он первый тутор. Привет, меня зовут Игорь, я из группы Аматери, и сегодня я вам расскажу, что такое граули. Граули. С экстрим-вокалом дело пошло уже куда лучше. Появились еще туторы и преподы, которые могли предоставить услуги обучения этому мастерству. И молодые борцы с системой впитывали инфу отовсюду с развитием интернета, а потом собирались в группки, как бы невзначай флексить тем, что узнали. И именно в таких местах юные подаваны экстремального вокала собирались для того, чтобы показать то, чему они научились. Конечно, неказисто, но зато нету сраных обывателей и жалких рабов системы. Именно такие укромные места были как магнит для встречи неформальной тусовки, где происходил обмен музыкой, знаниями, умениями и речами, что рэп говно. Но время шло, прогресс не стоял на месте, и неформалы тоже прогрессировали. A1 перекупили, и формат музыки постепенно сменился от хипстерского однообразного инди в посредственный популярный рэп-канал. Что касаемо нефоров, они выросли, кто-то до сих пор занимается музыкой и живет рок-н-рольно, кто-то уже завел семью и оставил ту жизнь как приятное воспоминание о бурной молодости, когда телек в первый и в последний раз смог вдохновить их. А места тусовок сто лет как опустили, оставив лишь эхом разносящиеся отголоски угарного прошлого. Ты лошара! Сам ты лошара отголосок, блять. Жизнь не стоит на месте, развитие идет вперед, и кто знает, может однажды будет еще одно поколение людей, которые будут двигаться в творческую сторону, не забывая наслаждаться своей молодостью на полную катушку. А на этой ноте я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям о видео. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok